Сила Медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой. Так, Настя, раз уж мы решили людям показывать нашу кухню, мы начали с самого-самого прекрасного. Значит, друзья, это я вам сейчас буквально короткую вводную, что это такое. У меня есть курс управления мультимедийной редакцией, который был, раньше назывался мультимедийной кофейней, и моя его проводила в офлайне. И сейчас вот мы вместе с Настей его перетаскиваем в онлайн, он прям будет совсем по-другому структурирован, и здесь есть, мне кажется, очень прикольные находки, которые вот Настя как методист привнесла в него. Давай общую схему как-то покажем, расскажем, что это такое. Это путешествие. Участники курса будут проезжать по пяти отрезкам дороги, то есть каждый вот такой отрезок. Это один вебинар от станции до станции. Начнется путешествие, как у нас традиционно бывает в кофейне. Здесь будут выполняться некоторые упражнения на знакомство с Доской Миро, основы понимания, о чем будет идти сам курс. Дальше путешествие будет проходить через различные станции, через арт-галерею, книжный магазин, центры занятости, редакцию. А между отрезками пути участники смогут отдыхать в своих отдельных индивидуальных купе и выполнять какие-то индивидуальные задания. Например, вот здесь вот им будет нужно заполнить канвас о своем медиапродукте. Вот, то есть там, где вверху, это поляна, нет, это купе, это для работы индивидуальной по заданиям, по упражнениям. А вот в верхней части, когда поля, это вот у нас будет общие, когда мы собираемся в вебинарах, вот общие задания, общие обсуждения и групповая работа. Вот это вот про персонажа мы будем говорить и про профили, профили аудитории. Короче, вот таких вот, а сделай этим общим. Вот, и таких будет пять. Каждый, каждый вебинар, то есть вот он тематический. По дороге мы двигаемся, все остается, все сделанное остается на доске, его можно выгрузить в виде подревки. Вот такой вот, такая Мирошная история. Настя, у меня, знаешь, здесь такой вопрос. Ты, когда Миро осваивала, у тебя сколько времени ушло на какой-то инструментарий, всякие типы? Я до сих пор осваиваю. Там постоянно появляется что-то новое. Я постоянно слежу, какие плагины появляются, какие функции появляются новые. А самую базу, самую основу, ну, буквально дня два плотной работы. А дальше уже нюансы. Вот смотри, вот здесь, в этом конкретно, на этой конкретной доске, что есть не сильно банального? Ну, то есть банальное, что я считаю? Что банальное – это там картинка и текст, и стикеры. Да, этим все пользуются. А есть здесь какие-то находки, которые, ну, вот прям тебе пришли в голову, озарили, сказала, а, надо обязательно вот так вот сделать? На самом деле, даже самые сложные упражнения складываются из очень простых легких элементов. Те же самые банальные стикеры, как ты говоришь, банальные. Ну, кто говорит банальные стикеры? Из них можно выложить вот такие вот полноценные таблицы, дашборды, доски для работы. Стикеры можно перетаскивать, стикеры, между прочим, можно переворачивать. Вот ты, как владелец доски, можешь перевернуть сейчас несколько стикеров. Это ты владелец доски, это ты сейчас его расшариваешь, я не могу. А можно прятать стикеры вот здесь, например, в книжном магазине под обложкой карточек прячется еще несколько стикеров. И даже просто сам процесс создания новых стикеров, процесс добавления текста очень сам по себе медитативен. Так что стикеры – это не банальности, не согласна. Здесь будут добавлены файлы, будут гугл-доки, которые можно, например, даже внутри самой доски Мировод по двойному клику редактировать. Телепортов в этот раз не будет, мы оставили их для других тренингов. И будет, конечно, скрываться часть информации. Те точки пути, до которых пользователи не доехали, будут прятаться, чтобы они раньше времени не подглядывали в упражнения. Я вот, можешь приблизить, пожалуйста, я хочу обратить внимание на черные стикеры. Черные стикеры – это Настя дает мне задание, что я должна сделать, и вот я тогда на карте вижу, на какие элементы, что мне необходимо дополнить, доделать. А можешь показать самое начало, когда делали мы проект, просто накидывали структуру, там, где разделили на пять вебинаров? Потому что изначально, конечно, тренинг был немножечко, очный тренинг, он другой. Там есть к тренингу рабочая тетрадь, плюс у меня масса всяких разных заготовок для менеджеров, которые мы аккумулировали, собирали. И вот таким образом обсуждали структуру, что из этого, в какие логические блоки выстраиваются. По сути, от кофейни мы просто оттолкнулись, и там есть некоторые блоки смысловые, которые были взяты из готового оффлайнового тренинга. Но в целом, конечно, он совсем по-другому теперь будет выглядеть. Это очень интересно пересобирать и перекладывать по-разному, пробовать различные варианты структуры, выстраивания логики и представлять, что лучше всего сработает. Вот там справа такой крестик. Зачеркнуть. Да, это первый майндмэп, когда определяется человек со своими установками, задачами, зачем тренинг, зачем курс. Типа вот это вот не надо, это из другого. Очень классно. И все переделать, как обычно, и все переделать. И все переделать, да. Мы сейчас быстренько просто переложим оффлайновый тренинг на онлайн, но в результате, конечно, все переделывается к чертям. Продолжение следует...